Губернатор края Олег Кожемяк обсудил развитие строительной отрасли в Приморье с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ириком Файзулиным. По словам главы Приморья, несмотря на пандемию и санкции, на протяжении трех лет строительная отрасль в крае демонстрирует положительную динамику. В прошлом году в крае ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Столько не строили с 80-х. Вы знаете, что мы активно сейчас развиваем жилищное строительство. Миллион сто тысяч квадратных метров в этом году будет сдано. Это хороший показатель. Дальше двигаемся. Сейчас уже, конечно, больше переходим на комплексное развитие территории, которая включает в себя инженерную структуру, включает в себя социальную инфраструктуру. Уходим от точной застройки. Наверное, уже со следующего года мы элементы точной застройки будем выводить из оборота в силу того, что они создают массу проблем в последующем и жителям. Хотел бы, конечно, поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете в поддержке части и программ по комфортной городской среде, в которой мы участвуем активно по благоустройству наших городов, поселков, а также по выделению инфраструктурных бюджетных кредитов. Нам выделено 12 миллиардов рублей. Мы эти средства использовали для обеспечения строительных площадок инженерной инфраструктурой, дорогами. Нам одобрено 7 миллиардов специальных казначейских кредитов. Они в большей степени пойдут, конечно, на обеспечение социальной структуры в тех строящихся микрорайонах, где в этом люди очень сильно нуждаются. Губернатор Приморья также обозначил, что в настоящее время остаются актуальными вопросы по развитию города президентского внимания Большого Камня, где находится мощнейший судостроительный комплекс «Звезда». Строится четыре новых микрорайона, часть домов уже сдана. Как следствие, значительно возросла нагрузка на ливневую канализацию, водовод и другую сопутствующую инфраструктуру. В связи с этим глава региона предложил рассмотреть возможность оказания поддержки края из федерального бюджета для решения вопроса по приведению в порядок всех необходимых городских инженерных сетей.